Спасибо за то, что вы пригласили меня. Я бы хотел воспользоваться такой возможностью поговорить всех организаторов и моего хорошего друга Александра за то, что я могу представить себе некоторые данные по проходящим исследованиям. Я очень доволен тем, что я здесь сейчас в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Я бы хотел еще вернуться сюда и посмотреть здесь замечательность. Я очень доволен тем, что второй выступающий после Александра, он уже говорил много о нейробластоме. И, может быть, в настоящее время я могу пропустить первый слайд, я думаю. И я думаю, что вы знаете нейробластому. Мы много уже в Низеландах. У нас только 65% пациентов в год с нейробластомой мы получаем и работаем согласно GPLH, протоколу РИСК, группы РИСК и ликво-сезонная нейробластома. Александр показал вам, что если мы будем делать биопсию в опухоли, мы берем кусочек этой опухоли и смотрим молекулярные и генетические аберрации и делаем прогноз. Он уже показал все это. Я не буду повторять многое. Мы знаем, что не только все опухоли имеют генетические картины одинаковые. Вот здесь имеют генетические болезни, тоже гетерогенные. Мы захватываем все, имеющие молекулярные, имеющие отношения к молекулярной аберрации. В данном случае мы знаем, что пациенты высоким уриском будут излечиваться, и мы можем увидеть, что не все... Мы увидим, что мы не будем больше опухоли, 60%, а однако процент пациентов будет составлять от возникающего, повторяющегося заболевания. То, что нам не хватает, это точки вот этих вот клеток опухолей для того, чтобы изучить детекторы. Я буду говорить о исследовании ВОМРА. 90% имеют диагноз в настоящее время на это заболевание, и все они проходят химическую терапию. Это, конечно, временные затраты большие, и вы сможете спорить о результатах, полученных намного быстрее QPCR для РНК, маркеров РНК, которые мы разработали. И я поговорю немножко об этом также. Может быть, это было не очень стабильное РНК. Я думаю, что можно ли мы усовершенствовать эту детекцию с маркерами ДНК. И мы знаем, что не все пациенты с белыми областомами имеют ликвидные аберрации. Если пациенты не имеют возникающей, вновь возникающей аберрации, мы, насколько мы можем использовать, выявлять эти ДНК, связанные с опухолем. Я не буду говорить вам о детекции РНК, физике, и это та область, которая рабочая развивается. Очень интересная, представляет большой интерес. Я не буду говорить об анализе ФИКС, об гневопластомах в опухолях. Я думаю, что это также очень интересная область. Следовательно, Александр и мы уже проводили такую работу, и у нас есть определенные результаты. В результате я в плазмоплазме поговорю в отношении аберрации РНК в опухоли. 2,8. Первое выступление перед студентами в 2006 году по этому проекту, которому я показал, он был показан, что первые новые конкретные маркеры РНК, мы знаем, какие эти опухоли имеют высокий риск, у нас хорошее выражение есть. Экспрессивность РНК, мы посмотрели кровь, и мы увидели, что нет никаких злокачественных показаний. Дети в мозге и в крови тоже не показали каких-то злокачественных признаков. И у нас первый конкретный такой маркер мы получили. Мы использовали GVT, и первые получили экспрессию вот по этим первым образцам. То, что мы сделали, это мы проверили так много контрольных примеров, проверили их, у нас есть некомпородовое значение позитивности, если в пациенте, примере каком-то пациенте, ПТР в этом отношении позитивным оказывается в этом разбросе, а ПТФ негативным оказывается в этом разбросе. Если мы не знаем, что есть какая-то фоновая экспрессия, и сколько это связано с опухолью, мы разработали опять шесть маркеров. Для всех маркеров мы создали пороговое значение для позитивного. И используя такой вот весь этот панель, мы проверили все образцы, диагнозы, и в определенное время, согласно МБТР-4 протоколу, немецкого ДБИЧ-4, и мы увидели, что если нет больше в течение трех месяцев, а уходит опухоль, да, то в спинномозге, то у них позитивный прогноз для таких пациентов. Если пациент расплантации, и если по-прежнему в спинномозге это опухоль присутствует, то это плохой прогноз. Мы проверили большие когорти пациентов, это проспективные исследования, все еще идут, и сейчас идут, и поскольку у него небольшая стана с небольшим количеством пациентов, и мы используем GPOH, и мы проверили пациентов на МБИ, на протоколе этого немецкого БИО-4, эти исследования восстановились, и результаты мы включили, которые сейчас получаем мы, и мы можем провести перспективную валидацию для этой когорти пациентов, и скоро эти результаты будут обработаны, и весьма скоро мы знаем их. И как мы знаем, поскольку это нестабильно здесь отмечено, наши РНК-маркеры, ДНК, тоже более стабильны, чем РНК. И с одной стороны, одна клетка может иметь 100-200 более копий РНК, и у нас два гена, может быть, двух хомозонов, и РНК, само по себе, мы думали, более чувствительное было, чем маркеры ДНК. Мы пытались, насколько мы можем посмотреть, насколько мы можем изучить. Также ген подавляющей опухоли, который гиперметилируется во многих других опухолях, мы его изучали в нейробластоме, и в привычной опухоли мы увидели, что в опухолях на стадии 4, что ДНК имеет конверсию бисульфата, и для других опухолей также осуществляется гиперметилирование, а для стадии 3 не так хорошо, как для наших пациентов с гиперметилированием. Так, затем мы проверили в Балмере этих опухолей, в костном мозге этих пациентов гиперметилирование проверили, и также в AMR32 образцах. И мы можем увидеть, что здесь корреляция очень хорошая между обнаружением в ДНК и в РНК. И, к нашему удивлению, те образцы, где обнаружение в ДНК было выше, чем в РНК, мы думали, что это все будет по-другому. Поэтому, да, мы можем увидеть, можем использовать для обнаружения опухолей костного мозга гиперметилирование. Малинар показал, что на 66 пациентов хромосомные аберрации присутствовали, и мы видим, что не очень много мутаций в хромосомных аберрациях в нейробластоме. То есть мы можем использовать эти в образцах ДНК вещи, и эта работа выполняется моими студентами-докторантами. И на первых трех опухолях присутствовали на более чем 95% ПСР, и мы использовали, мы изучали, но не нашли клональной гетерогенности в диагнозе костного мозга. Мы не пытались на этих трех пациентах диагностировать костный мозг, и мы здесь видим, в сером показаны панели РНК, в другим панели ДНК, но при рецидивах пациенты не становились негативными, когда другие пациенты становились негативными, как вы можете здесь увидеть. Мы не тестировали большую когорту образцов, образцы на большой когорте. Здесь у нас панели РНК в горизонтальной, на горизонтальной плоскости, в вертикальной плоскости. По пассе ординат идет линия РНК, и опять же, здесь образцы без выражения РНК, которые позитивно были на ДНК, и которые не советуют, то есть они больше ДНК, чем РНК. Таким образом, мы можем использовать специфичные для пациента образцы РНК и ДНК, и цепную реакцию полимераза использовать, которая соответствующая. Как вы знаете, если опухоль умирает, клетки расщепляются, и их ДНК клеток расщепляются на маленькие клетки и выделяются с плазмы, и в плазме есть очень много ДНК всех видов клеток, в том числе и клеток опухоли. Поскольку эти ДНК гораздо меньше, чем обычный ДНК, мы можем их выявить в крови пациентов. То есть мы сначала посмотрели на альбумин, как основной ген, и мы увидели его в крови доноров, и обнаружили его, и затем посмотрели на внеклеточный альбумин пациентов с нейробластомой, и на 200 микролитрах у нас не очень много пациентов, и, соответственно, немного крови, и мы увидели больше альбумина в пациентах с нейробластомой на всех стадиях, поэтому мы можем обнаружить альбумин, но это не то, чего мы хотим. Мы хотим увидеть специфичный для опухоли. Опять же, мы хотели посмотреть метилированный... И тут есть много высокопозитивных, мало негативных негативных и мало низкопозитивных клеток, поэтому пациенты с низким риском, у них нет рецепен АА, и все высокорисковые пациенты, у них нет этого вещества, присутствующего в плазме, и мы видим, что мы тестировали эти образцы на разных тресках времени, и здесь не очень большая прогрессия, тут нет большого рецидива, большой степени рецидивов. Вот это все мы сравнивали вне клеточная ДНК с костным мозгом, и в целом это довольно большое совпадение, однако здесь в красном показаны те образцы, которых низкая ДНК по соответствии с РНК содержанием, здесь первый раз, когда мы видим, что РНК выше, чем ДНК, РНК в костном мозге и в крови, и синим обозначены образцы с высоким ДНК по сравнению с РНК, мы смотрели на этих пациентов, и эти пациенты, у них до сих пор присутствуют клетки опухоли в костном мозге, то есть, поэтому РНК, она более чувствительна у этих пациентов, но эти пациенты, это пациенты, у которых есть, присутствует один, одна нодула или один лимфоузел или два пациента с изолированными опухолями в мозге, и у этих пациентов нет опухоли в костном мозге и в крови, но мы видим, что у них есть выделение от метастаза в головной мозг, то есть, это мозг, получается, что не защищен, не изолирован, и мы видим, что вот эти вот выделения РНК в костном мозге и в крови, они очень ценные, но бесклеточные выделения, они также, мы не можем заменить одну технику другой, и таким образом мы в 60% пациентов можем, тех, которые все еще позитивны, мы можем выделить тех, кто еще позитивен и может, кому нужна дополнительная терапия. Наконец, падение содержания полимерной цепной реакции на полимеразы, и на каждой капле была использована цепная реакция полимеразы, и здесь был выявлен мутирован, иногда мутировавшие гены, иногда не мутировавшие, иногда диковая типа не мутировавшие гены, и у этих пациентов большая опухоль и большие метастазы, и у них форма F117, мы не подозревали рецидива, МРТ, костный мозг были чистыми, и мы видели, что там нет мутации, то есть мы знали, что это опухоль, и таким образом завершая, я могу сказать, что биопсия крови до сих пор, биопсия опухолей до сих пор, это современная технология, но в смысле, может быть, мы заменим их ликварными биопсиями, я думаю, что мы должны заменить анализ на химию костного мозга, и затем внеклеточное исследование на ДНК, спасибо на этих детях, я еще раз вас благодарю, спасибо, вот questions but you develop highly sensitive method, разработали высокочувствительный метод, и я надеюсь, что вы сможете выработать пациентов, которые смогут, у которых есть резидуальные раковые клетки в крови, которые менее чувствительными техниками не обнаруживаются, каково свидетельство того, что эти техники могут улучшить результаты лечения, это сложный вопрос, потому что у меня есть показания, что некоторые клетки, они эпители никогда не становятся пустыми, и для поведения повторной кимиотерапии это возможно, и если ДНК стабильна, и для этого типа опухолей есть другие типы доступные лечения, поэтому если мы докажем, что эти клетки на месте, мы можем исследовать эти новые лекарственные средства, и мы можем лечить этих пациентов, также есть дементилирование, это не в педиатрической, но во взрослой онкологии, у нас есть несколько опций на горизонте нашим. Большое спасибо за замечательное выступление, и мы очень рады, что вы посетили нас, спасибо. Спасибо. Спасибо.